Кластеры тоже можно назвать станы димеры, центрируются церем, и это объединяется татраэдром, силикатами. Вот такие кластеры объединяются в кольца. Это полейдровое изображение, это в виде графов. Что такое графики, как они, принципы построения, вам как раз Евгений Васильевич будет рассказывать в последующем месяце. Соответственно, эти кольца объединяются в цепочки, в цепочке в свою очередь, они образуют слои, и слои уже объединяются в каркас. Здесь можно у него выделить 7, ну 8, ну это как бы первоначально, если выбираем, то есть 7 под уровней их образования, то есть начиная от полейдров до каркаса. Полейдры, там димеры, кластеры, кольца, цепочки, каркасы. Ну и, соответственно, есть такая теория неорганической химии, неорганической кислографии, кислая химия, что если, есть такой, как бы подход, что вы можете выделить в своем минерале разные уровни, иерархическую лестницу, то, что называется, выстроить, и чем больше у вас уровней, соответственно, тем у вас сложнее система. Тем у вас сложнее система, и таким способом вы ее можете описать, выделяя определенное количество уровней. Ну, это у Таймыки действительно является сверхсложным, он, соответственно, поместил чуть-чуть, чуть-чуть выше, чем у Павлинки, достал предельный минерал. Тоже каркасный, кстати. Ну, тоже, что там, силикатный каркас, хотя здесь есть классный. То есть такой. Но все равно он считается каркасным. Ну, собственно говоря, мы, наверное, с вами перерыв не будем делать, или будем? Или не будем? И пораньше закончим. У вас большой перерыв будет, да? Так что давайте без перерыва, правильно, заходим. Собственно говоря, наш курс будет здесь основан на нескольких групп, классов, как я уже говорил, минералов и материалов, которые, где бы они могли использовать, или использовать. Ну, вот вы видите, соответственно, это будут микро-мезопористые минералы. И следующее занятие мы с вами будем разговаривать как раз про циолиты. Большой класс алюмосиликатов, которые находят большое применение. Сюда же относятся вот зарит и все подобные молекулярные хиты, ионные обменники, применение, соответственно, каталис, да? Разделение газа, очистка вод, ионные обмены, абсорции и так далее. Вторая большая группа, это будет соединение условно названной наноструктуры. Это слоистая нано-композиция, межнослойные минералы. Это соединение, содержащее нанотрубки. Как природные, так и синтетические. Соответственно, применение, да? Тоже, в общем, похоже. Плюс создание различных композитов, нелинейная оптика, прочее прочее. Создание нано-материалов. 3D-свет пришелки нано-кристаллы, фотонные кристаллы, да? Это отдельная область, связанная с прохождением, да? Света в разных минералах, соединениях. На примере опала. И будет тема матрицы для иммобилизации радионуклидов. Собственно, те матрицы, которые сейчас используются. Большинство сделано на слое минералов. Ну, есть и другие синтетические матрицы. Для матрицы для чего? Для иммобилизации радионуклидов. Для длительного хранения. Ну, и расскажу, как обстроить, соответственно, с этим делом. А в России, надеюсь, это не военная тайна. И меня не посадят потом. Потому что мы транслируем это на другую страну. Не, ну это же открытый источник. Если что, я не виноват. Вот. Собственно, такой план будет. Ну, здесь выйдет, соответственно, на каждую группу. Ну, там, по две, там, электрики. По две электрики. Да, кстати, иммобилизация. Почему именно на основе минералов? То идея очень простая. Что если в природе минералы содержат радиоактивные элементы и могут какое-то длительное время же спокойно существовать. Например, пирофлора, да? Или циркот. То, соответственно.